Привет дорогие друзья! На момент записи этого видео, прямо сейчас, российские войска штурмуют Лиман. А в это же самое время в украинских средствах массовой информации, ну помимо соцсетей, где иногда прорывается правда, царит свой мир, своя особая реальность. Вы, конечно же, знаете героическую фразу про русский военный корабль, если бы знали, кто ее повторял, вы бы очень сильно удивились. Знаете, как дуют новые ветры, меняется там что-то и так далее, потом люди удаляют свои статусы, но я себе на память оставил, просто мне стало интересно, люди, которые всю жизнь жили, всю жизнь свою жили за счет Российской Федерации. Это интересно, ну потом как-нибудь поговорим, я ничего не забываю. А вообще-то, вот как это было. Пока чекаем на перемогу, так, хочу показать вам одно фото, хочу попросить оператора скадровать. Спершу хочу, чтобы вы подивилися на эту людину. Вот так, так, видно, так. Я вам прочитаю, это автор уже легендарной фразы «Русский военный корабль, иди». И даже дети я видел в Германии, они кричали, немножко такие истеричные дети, но там они же каждый день проводят выступления, там они кричали тоже про русский военный корабль, дети матюкаются, все аплодируют, в общем, все этот бред. И вот она показывает. А еще интересно, что она показала его тогда, когда он находился в плену. Знаете, такая хорошая такая добрая услуга от украинского телевидения. Вот Роман вышел, вы помните тогда, и Романа тогда наградили, там, члены Орденом, там, все, там, члены... Я не помню, с Зеленским он встречался или нет, с Байденом, там. Вот ему заслуги, там, все дела, короче, честовали на высшем уровне. И он будет примером уже для наших украинцев и для Черкащины твердости и мощности духу украинского, козацкого такого духу, для того, чтобы мы победили. Честно вам скажу, ну, изначально, мне показалось немножко странным. Когда я получил информацию о том, что они погибли, это одно. Когда я получил информацию о том, что послали русские корабли, а потом сдались в плен, ну, это выглядит уже немножко иначе. Ну, я даже об этом не особо так говорил, да. Потом, когда начался уже вот такой вот абсурд и до сегодняшнего дня, сейчас. Насамперед, хочу сказать величезное дякую украинскому народу за такую поддержку. Мы дуже відчуваємо цю поддержку, нас это надихает. За нами сила, за нами правда. За нами сила. И тут вот встретили недавно таких же, на рыбалку. Они на рыбалку собираются, у них на футболках написано русский военный корабль, там и все. Но, тем не менее, рыбачат за 3300 километров от того места, где можно встретить как раз таки русский военный корабль. Вы знаете, что канал сейчас один на всех, единственный канал в Украине. И вот по этому единственному каналу... Далее же, Роман Грибов, автор фразы про русский военный корабль, уже понад месяц, как извольненный из российского полона. И все, начались честования великого героя. Так как эта фраза наш народ трешки подняла и мастер, то мама поддержала, хоть это не очень хорошо. Но я уже взрослый, можно так высказывать. Я уже большой, поэтому могу посылать русский военный корабль. Вон, на Порошенковском канале. Ну, оно все объединено, я понимаю, сейчас единый эфир. Хотя Порошенковский канал выкинули, потому что Зеленский решил его тоже прикрыть. Автор легендарной фразы про российский корабль, яка уже стала символом борьбы с окупантами, прикордонник Роман Грибов повернулся с полону додому. Прикордонника нагородили в знаку за заслуги перед Черкащиной. Наши герои, я кто скажет. И вот сегодняшняя новость. Пограничника со Змейного, настоящего автора фразы о русском корабле, достали из плена. Автора знаменитой фразы, русский военный корабль, пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось извлечь из российского плена. Начальник погранзаставы Богдан Гоцкий рассказал об этом в эфире национального телемарафона. Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники. По словам Гоцкого, россияне, выдвинувшие требования, бла-бла, у одного из военнослужащих лопнуло терпение. Имя он не говорит, это мой подчиненный. Далее. Авторство фразы, русский военный корабль. Некоторые СМИ ошибочно приписывали морскому пехотинцу, Роману Грибову. Государственная пограничная служба с самого начала отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный. Началась драка за то, кто первый. Помотюкался в адрес военного корабля, ну и собственно сдался в плен. Оказывается, что тот человек, которого все украинские СМИ честовали, которого награждали орденами и так далее, и приписывали ему эту фразу, и он говорил, да, да, мама поддержала. Но он не имеет к этой фразе никакого отношения, потому что он еще и не сильно пограничник, а морской пехотинец. И вот тогда вопрос, а вообще украинские средства массовой информации до этого врали постоянно, а сейчас врут постоянно-постоянно, с нахлестом, с перехлестом, теперь 200%. Если ты слышишь что-то в эфире этого вонючего телемарафона, ты должен знать, что это ложь. Теперь смотрите, что вчера произошло. Вчера посол Британии сравнил осожжение россиянами книг по истории Украины с нацизмом. Об этом сообщают факты. Российские оккупанты не останавливаются на совершенных зверствах. Одной из составляющих русского мира является показательное сожжение учебников по истории Украины. Вот госпожа посол это разместила. Вы знаете, у нее 14 тысяч лайков, тысячи ретвитов и так далее. Я и вечером немножко подпортил настроение, потому что кое-что опубликовал. Опубликовал я то, что это на самом деле фуфло. Что эта фотография как минимум трехлетней давности, ни о каком вторжении еще речи не шло. Но я-то думал, что это все не так еще далеко и глубоко увязло, как я думал. То есть я думал, это 19-й год, Калининград. Все оказалось намного хуже. Итак, смотрите. Вчера ТСН и все сообщают, что со ссылкой на британского посла должен заметить. Вот британский посол, госпожа посол отметила, что это не деноцификация, а наоборот. Что вот они сжигают книги. На фото видна охваченная огнем куча книг. Некоторые из них уже превратились в пепелище, а другие ждут такую же судьбу. Я себе представляю тех рогулей, которые сейчас сидят в украинских редакциях. Это просто страшно. Представляете, какая там вонь, они же не моются еще такие, знаете, по привычке. Добавим, что книги напечатаны на русском языке. Ба! А что же это за книги такие, которые напечатаны на русском языке? Неужели у всех тех тупорылых, которые понесли вот это вот? Ну, да и у самой госпожи посла не возникла мысль вообще. А почему в Украине напечатаны книги на русском языке? Тем не менее, не возникла такая мысль. Вот смотрите-ка, новейшая история Украины. Ну, где-то вы такие видели книги на русском языке. Но тут еще и Ярослав Гашек попал под раздачу. И это мне показалось очень странным. Самое смешное в этой всей шлабуде, не то, что информационные агентства Украины это понесли, а то, что вот это понес 24 канал, 24 ЮА. Это нацизм, россияне сжигают книги, Укринформ вот понес и так далее. Но фишка в том, что 24 канал публиковал эту же фотографию, но только в 2014 году, 7 января. Рассказывая о том, что в Крыму прошел марш за Путина, за Родину. И они на марше за Путина сожгли украинские учебники по истории. В Крыму за Родину за Путина сожгли украинские книги. И поставили они ту же самую фотку. Со ссылкой это на Цензорнет. Цензорнет русские националисты призвали прогнать Евромайдан 2014 год, январь. Вот здесь вот фотографии маргиналов зигующих. И фотографии вот как раз таки горит эта самая куча книг. При этом почему-то вот это вот, наверное, тоже русские нацисты бабушек встулили. Это я вам просто показываю глубину вот этой вот дипфейка, в которой макнулась госпожа посол. Оказывается, все еще хуже, потому что мы откатываемся к 2010 году. И в 2010 году мы выясняем, что в Симферополе сожгли учебники по истории Украины. И мы видим ту же самую фотографию. Мы откатились уже к 2010 году. Сожжение при этом оказалось символичным. Под сгоревшими обложками и ксерокопиями новейшей истории Украины на самом деле оказались совсем другие книги. Учебники по химии и биологии, рассказы Гашика, сборник стихов Елисеева, журналы вокруг света и роман газета. Развлекалась с сжиганием книг госпожа Витренко. Мама нынешнего, кто он там, министра, я не помню уже, Витренко, который руководил нафтогазом и писал книги о самом себе. В Крыму сожгли учебники по истории Украины. А, кстати, должен заметить, что, наверное, тут был Гончаренко, кстати, Леша, потому что он тогда входил в этот русский блок. Львов тогда отомстил Крыму за сжигание книг. Правда, они их не сожгли, а сдали на макулатуру. Интересно, что тогда же администрация Януковича осудила сожжение книг. Но если вы думаете, что на этом история и закончена, все уже как бы закончено, так и нет. Потому что эти же самые книги сжгли осенью 2014 года. В Крыму же. Россия борется с украинским Крымом с сжиганием украинской литературы. В Крыму на глазах школьников сжигают книги на украинском языке. И опять-таки сожгли эти же самые книги. И уже в Крыму божатся, что не сжигали украинские учебники на глазах у школьников. И в Крыму, уверяют, вот Министерство образования, науки и молодежи оккупированного Крыма опровергает информацию о публичном сжигании книг. А им этого и надо было. И те уже типа уже в роли оправдывающихся. Нет, мы не сжигали. А нет, сжигали. Фотофакт есть. И уже через 8 лет непонятно, зачем этот фейк всосала госпожа посол. А со ссылкой на госпожу посла начали его ставить те же самые СМИ, которые впервые запустили эту фейчину еще в 2014 году. И которые писали о реальном сжигании в 2010 году. Вот такой круговорот говна. Это я к чему? Мы, конечно, не будем откатываться к 15-16, когда я целое видео делал про фейки. Это было весело, но тем не менее. Тут же дело не в конкретном фейке. А дело в том, как вообще с этим кораблем, с этим Васей, которому долго-долго рассказывали, что это он, потом говорят, да это не он. У них уже борьба идет. Кто на самом деле рассказал российскому кораблю и так далее. Но все равно интересно, что и тот, и тот потом сдались. Я просто хочу показать, что не стоит верить сейчас этой пропаганде, потому что эта пропаганда и раньше была лживой. Но там оставалось хоть полпроцента какие-то. Сейчас там нет вообще ничего. Там ложь от и до. Они можно это называть ложь во благо, еще что-то. Но вот сейчас, в эти минуты, происходит штурм. Опять-таки, украинского города. Я хочу посмотреть, как это будет показано. Как Чернобаевка, в сороковой раз мы отбились или как-то иначе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Спасибо большое! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо огромное! Спасибо огромное! От души! У меня даже та речь пропала, когда Александр привез и голову обнял от души. Саша, спасибо тебе! Ты классный пацан! Большое спасибо! Низко кланяюсь всем, кто помог собрать, кто привез, особенно Саше, спасибо большое! Большое огромное спасибо партии Шария за помощь для таких, как я, кто не может, не способен обеспечивать себя сам! Очень благодарю вас, потому что я осталась вообще без работы, и мама с пенсией, и за квартиру платить надо. И, ну, тяжело. Спасибо большое! Ребята партии Шария, хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы в трудную минуту помогаете, помогли мне, моим детям, предоставили нам средства гигиены, питание. То, что вы протягиваете такую сложную минуту, да, момент, руку помощи. Сейчас очень мало таких людей. И большой поклон таким людям, как вы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok